Пасха Для православных христиан Пасха – главный праздник в году. В этот день воскрес Иисус Христос, а все православные христиане приветствуют друг друга возгласом «Христос воскрес!», а отвечают словами «Воистину воскрес!». 16 апреля, в светлое воскресенье, саянцы готовятся встретить праздник в радости. Пасха является самым значимым, по крайней мере, в православной христианской традиции праздника, потому что Христос совершил главное – Он разрушил узы смерти. Человек может быть добрым, может быть праведным, может быть счастливым или несчастным, больным или здоровым. Но в итоге, так уж, к сожалению, сложилось событие грехопадения рода человеческого еще в райском саду, что смерть настигает каждого. И даже иногда люди от этого начинают унывать, тосковать, отчаиваться от такой мрачной перспективы конца своей жизни. Иначе вас спрашивают, а для чего я живу? Неужели это все? Все, что я страдал, все, что я любил, кого я любил, все это рассыпется в прах. Даже атомов не останется. Оказывается, нет. Оказывается, Бог, как сам Господь нам говорит, я не Бог мертвых, я Бог живых, и у Бога все живы. И Христос своим воскресением разрушает любую власть смерти над человеком, и над душой, и над телом человека. И каждый верующий православный христианин знает, что смерти нет. Смерть разрушена Христом. И для нас есть только вечная жизнь. Раз родившись, человек больше никогда не умирает. И то, что сейчас мы называем смертью, для православных христиан это является успением. То есть засыпает наше тело, а душа, которая не подвержена ни смерти, ни тлению в физическом понимании, она сохраняется у Бога до момента воскресения из мертвых, когда Христос придет второй раз. Есть такое даже выражение, уже нарицательное оставшее, второе пришествие. Иногда его в шутку используют, но, конечно, со Словом Божьим лучше не шутить, но тем не менее. Второе пришествие, да, второе пришествие Христа. И вот именно по второму пришествию, когда наступит страшный суд, или, как говорят, есть такое тоже выражение уже нарицательное, конец света, конец нашего мира, все старое пройдет, наступит все новое. Все пристанут на страшный суд, и по этому страшному суде, когда произойдет разделение людей, к сожалению, на тех, кто стремился к Богу, и на тех, кто бежал от Него, наступит то, что мы называем истинной жизнью вечной. И даже душа наша, она вновь обретет и свою вторую половинку, то есть и свое физическое тело. Вот это уж Господу не так-то и трудно для нас сделать. Вот, собственно говоря, почему этот день столь значим для каждого православного христианина. Это победа Бога и победа жизни над смертью и над тлением. Ну а, соответственно, отсюда у христианина всегда в сердце живет надежда. То, что иногда мы говорим, как-то так вскользь или иногда без силы. Добро всегда побеждает зло. Действительно, добро всегда побеждает и победит зло окончательно. Это наша вера. В субботу же богосмужение начнется в 9 часов утра. По окончании литургии в субботу будет совершаться освящение куличей, пасок, пасхальных яиц, то есть крашенных яиц. И также будет некоторое время, примерно через каждый час, в субботу, примерно часов до 4 совершаться освящение пасок, куличей и яиц. То есть пищи, брашен, которые люди принесут для освящения. Значит, в 22 часа, то есть в 10 часов вечера, начнется исповедь для тех, кто захочет совершить таинство причастия, поучаствовать в этом. И также будет совершаться полуношница. И в 0.00, то есть в 12 часов ночи, начнется крестный ход, пасхальная заутренняя и литургия, божественная литургия Иоанна Златоустова. То есть пасхальное, ночное, пасхальное богослужение. Также для людей немощных или для детей, для тех, кто по каким-то причинам не сможет участвовать в ночном богослужении, в 9 часов утра, в воскресенье, также будет совершаться еще одна литургия, еще одна литургия, чтобы все смогли воспринять пасхальную радость. Ну и, конечно же, хотелось бы всем пожелать, чтобы для всех нас воскресший Христос стал источником и пасхальной радости, и всеусильной помощи Божией, и источником здравия душевных и телесных сил, конечно же, источником мира и благоденствия для всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok